День призывника для тех, кто определился, что в будущем будет носить погоны. Об этом военные регионы заявляют прямо. На мероприятие пожаловали около 300 человек. Практически все они юнормейцы. В дальнейшем это движение будет себя только лишь наращивать. Будут вступать туда наиболее, будем говорить, патриотически настроенные юноши и девушки. Ну а соответственно, остальные будут тоже идти за ними. И это только лишь даст поступательное движение вперед в вопросах патриотического воспитания. Ну и соответственно, народ лучше будет идти, и наши юноши будут лучше идти в армию. Выдержку и терпение старшеклассников проверяют на плацу. Практически час подростки слушали речи официальных лиц и следили за показателями выступлениями, стоя на холодном ветру. Для тех, кто не замерз, подарок – выставка оружия и военной техники. Бойцы Росгвардии продемонстрировали школьникам современные образцы автоматов и винтовок. Есть два вида ночных прицелов – активный и пассивный. Активный прицел необходим для активного прицела – подсветка. Соответственно, если вы подойдете к машинам, на каждом пулемете есть сверху система «Луна», лампочка такая. Посидеть внутри БТР – желание каждого юнормейца. Помимо внутреннего оснащения, ребята интересуются, за счет чего 10-тонные машины держатся на воде, что за оружие установлено на бронетранспортерах и какова его мощность. Автомобили находятся в постоянной боевой готовности. То есть, хранятся уже с закрепленным на ним вооружением. Вот можете увидеть, пулеметы на них находятся постоянно. Приведение в действие данной бронетехники минимальное. То есть, от 5 до 10 минут и экипаж уже готов. Здесь же представлены форма солдат и продукты питания, которые выдают призывникам в дорогу до учебной части. Это, конечно, не обед в школьной столовой, тем не менее, сытно и питательно. Резюмируют военные. По калорийности, значит, наше индивидуальное рационное питание, он превосходит сухие пайки потенциального противника. Ну и по разнообразию блюд, я говорю, он стоит на одном уровне, где-то с американским пайком, с немецким пайком. И гораздо превосходит, ну, допустим, паек, сухой паек польской армии. Безусловно, выставка впечатлила юнормейцев. Наверняка она понравилась бы и обычным старшеклассникам без краповых беретов. О дальтопланах очень много рассказали. Вот этого я нигде больше не узнавал. В таком мероприятии я участвую впервые. Очень интересно. Много военной техники и много впечатлений новых. Весной этого года в армию из Владимирской области должны отправиться полторы тысячи человек. Военные уверены, что с поставленной задачей по набору они справятся. Во-первых, проведенная военно-патриотическая работа с молодежью должна сыграть свою роль. А во-вторых, начинать служить в весеннее время желают куда больше ребят, чем осенью-зимой.